Подобного рода дела не всегда были резонансны и вызывают сожаление тот факт, что такого рода громкое дело закрывается без предоставления обществу информации о нем. Мне известно, что были сделаны некие экспертизы, которые показывали, что якобы не нанесен был ущерб, и после чего было принято решение это дело возобновить, потому что общество требует ответа от бывших высокопоцедовцев Януковича, потому что никто не верит в то, что эти люди работали на своих работах за одну зарплату. Хочу сказать, что впереди у нас большой путь по преобразованию всей системы правоохранительных органов и МВД, и Генеральной прокуратуры, и особенно судебной власти, потому что могу сказать, что это дело, когда начиналось в марте месяце, господину Бакулину был вынесен залог почти 2 миллиарда гривен, равный сумме ущерба, в котором он подозревается. Однако, по решению операционного суда, сумма ущерба была снижена в 200 раз, до порядка 10 миллионов гривен, после чего господин Бакулин вышел на подписку о невыезде, несмотря на то, что это дело является значительно резонансным, и высокопоцедовцам, естественно, гораздо удобнее договариваться и проговаривать вопросы по снижению своей ответственности с свидетелями по делу, с другими людьми, вот таким вот путем. Хочу сказать, что партия Народный фронт будет бескомпромиссно отстаивать полное расследование всех преступлений, которые совершались как во время режима Януковича, так и которые могут совершаться или совершались уже после Майдана. Преступники, независимо от их политической принадлежности, от их национальности, от их политических убеждений, должны нести ответственность. Без этого мы не построим страну, в которой будут соблюдаться права человека, в которой будет уважаться право и закон. Известный римский сенатор Марк Тулий Цицерон когда-то сказал, что если мы хотим стать свободными, мы должны стать рабами закона. Один из важных законов, который был принят на этой неделе с большими боями, это закон о люстрации. Вы знаете, что член партии Народный фронт, спикер Александр Турчинов, ставил несколько раз на голосование данный закон, его многие не хотели принимать, и закон о 231 голосах, закон о люстрации был таки принят. Важно сейчас, чтобы он был подписан президентом, опубликован, этот закон открывает дорогу к тому, чтобы была очень серьезно изучена роль каждого чиновника в той системе, которая строилась много лет, в системе коррупции, системе бюрократии, которая сдавливала украинских предпринимателей и не давала им развиваться.